Девушки отдыхают У меня всегда, знаете, все удивляются Где ищут у меня кондиционер или вентилятор А у меня его здесь нет И они говорят всегда Как это так? У тебя так здесь прохладно? Да, вот прям приходят Вот я сейчас сижу Даже прохладно немного А выйдешь на улицу зажарящие Все заходят такие потные Все такие льющиеся Ужас Особенно мужчины Они же потеют, потеют, страсть как И вот их стрижешь, все липнет В общем так не это Неудобно Потому что волосы все липнут Ужас Но ничего, прорвемся А что я хотела? Сидела сейчас, комментарии отвечала Время появилось и про зубы Представляете? Я вот после того, как с вами поговорила Намяла этот зуб пальцем И все, он у меня прошел Как-то странно Утром встала Как ни в чем не бывало Я его опять и так и сяк Ничего не болит Ну сейчас трогаю Ничего вообще не болит Единственное, кстати В прошлый раз была опухшая Потому что сейчас пробую Он прям как-то совсем по-другому Все В общем вот так вот Вот Стрижка моя под мартышку Я себя достригла Скажем так Вот как мне нравится Ой, ну лафа такая Я прям вчера раза четыре в душ ходила Прям с головой Так классно В море с головой купалась И всегда уложенная Всегда красивая Вот не думаю Думаю покраситься мне Или подождать пару недель Пока отрастет Потому что сейчас тут что красить Там у меня вообще нет волос Ужас Да Ну мне нравится Это самое главное Сегодня тоже клиентка одна приходила Она тоже очень коротко стрижется И мы с ней разговаривали Она вот мне говорит Подожди У тебя еще коротко Она говорит Я все уже не могу Какой коротко у меня уже длинный Я говорю Ну правильно Мы же должны сами себе нравиться А не кому-то Она Ну да Я говорю Встаю утром И все И не могу У меня нервы Прям уже с этой головой И вот она Ушла И такая довольная Что у нее вот так вот коротко И классно Так что вот так Мы сами все знаем Ну Каждый уже свой волос Свою голову знает Главное найти своего парикмахера Это очень трудно бывает Я еще все равно не нашла своего Сколько бы я вот не ходила Гиба они классные там или что Но своего не нашла Парикмахера Я помню в России тоже У меня очень долго Уходило время на поиски Своего парикмахера Я его нашла Однажды Год ходила к ней К девушке Стричься Пока она не забеременела Не родила А когда она родила Я уже уехала В общем вот так Я так рада была Когда я к ней пришла И она меня подстригла Именно так Как я хотела Радости не было предела Я радовалась целый год Такие вот у нас дела Сейчас поеду В Меркадону заеду Потому что у меня кончил стевия Стевия это заменитель сахара натуральный Из листочков таких добывается Ну вы наверное знаете Я же вчера компот сварила И вот все туда забахнула И то он не сладкий был Я добавила ложку столовую Это тростникового сахара Получился такой вкусный Сегодня попробовала Он такой вкусный Я еще лимон добавила в конце Знаете Типа чай лимонного И прям в холодильник поставила В общем Буду пить компотик А то знаете Приходишь вот так вот С улицы Или что-то Воду как-то Я воду не люблю Чай черный Или там еще какой-то Уже ночью нельзя Потом не уснула И вот думала Потом Гляжу у меня Эти фрукты пропадали А что добро пропадать Все в компот И вот так Я помню в России Делали компот из черной смородины Боже Какая-то вкуснятина Из крыжовника Но крыжовник не очень Он какой-то получался Безвкусный А вот с черной смородины Здесь почему-то Не продают черную смородину Красную есть А черную нету Странно Ладно С вами поздоровалась Сейчас поеду в Меркадону Кушать мне готовить не надо У меня кстати Сегодня на 7 часов вечера Девочка придет стричься Но у меня все принадлежности Есть дома Расчески Там всякие фены И ножницы дома Тоже у меня все в наборе Поэтому Не забыть просто Что она придет Сегодня шторник Да Ну еще на пляж Наверное съезжу С 4 до пол До пол седьмого Можно вполне Позагорать Посмотрим День только начинается Все у нас еще впереди За стевей пришла Ну я ее купила Молоко Яйца Гамбургес И гамбургеры Вот такие рыбные Взяла на завтра Вкусняшка будет Такие вот Из цельной зерновой Лавашики Шампиньончики Сделаю с лучком Вкусненькие Чурица Буду варить Лентехас Это чечевица Буду варить Сейчас проедем Лимончики взяла Майонез Сделала Потому что я В прошлый раз Брала красную свеклу Думала майонез есть А он пропал Я вот так часто ем Что он у меня пропал Видите Я тут в парковке Тут прохладненько Хорошо И хочу С красной свеклой Сделать Этот Салатик И черешня Но это не черешня Это уже пикота Потому что Видите Без хвостиков Есть небольшая разница Все Видимо Черешня отходит Как жалко Что черешня Отходит Но никуда не денемся Этот Ягода Ягода Марина Все ты Все ты тут Все ты тут Я ему тут Пока мы ехали Включила Кондиционер Чтобы прям Холодно было Поэтому я У меня здесь не было В машине Наверное Минут 10 От силы Здесь прохладно Нет Я тебя ничего не купила Нет Не купила Видите Ждет Как маленький ребенок Ждет Что я ему Что-нибудь дам А я ему Ничего не купила Я обычно Чуть Чем не покупаю Но я их редко Покупаю Поэтому Вот так Едем домой Кушать Наш плев Будем кушать И тебе Что-нибудь Отпадет Какой-нибудь Кусочек Курочки Кстати яйца Купила Тоже Я его В тост Запихала Чтобы он там Поджарился Нормально Гаспачо И плов Разогревается Вкусняшка Будет Необыкновенная Всем Приятного аппетита Недолго думая Приехала На пляж Там у нас Знаете Что-то увидела Я знак Такой Что Нельзя здесь Ездить Не парковаться Ну все машины Припаркованы Полицейские Ездят Вроде Ничего Если они будут Штрафовать Тут блин До хера Машин Чтобы штрафовать А вообще Я не понимаю Почему запретили Не знаю В общем Я припарковалась Как всегда Еду Сейчас Искупаюсь Жара Невыносимая Ну точнее Я-то ее Нормально Выношу В душик Сходила В ревдо 7 Еще я успею Еще покупаться Полежать Ветерок Такой Обдувает Хороший В общем Будем Купаться Пока Вода Позволяет И Лето Ах Лето Лето Красное Будь Со мной Так Вот Идем С своей Сидушкой Как всегда Надувная Подушка У меня Тут есть Под голову Когда Загораю На Животе Чтобы спинка Тоже Была Загорала Ветер Ветер Такой Нормальный Но море Не буш Шут Продолжение следует Приехала Домой Разбираюсь Здесь На кухне Привожу Порядок Вот опять Сегодня Ничего не готовила А всего До всего А Соседи Наверное Льет Думаю Может у меня Что льет Ты что тут Сидишь Вообще Лапа Ты моя Сляткая На тебе Сердечко На Дай я сумку Эту уберу Эта сумка В машину Надо отнести Ее Когда за покупкой Ухожу У меня там сумки Разного калибра Большие Маленькие Сейчас девочка Придет Стричься Надо чуть-чуть Порядок Привести Подобрать Чего Правда Я цветы поливала Мужу еще Люлей вставила Он вентилятор Забыл включить Ой Включить Точнее Выключить Я говорю Для кого Он тут работал Не ответил Ничего А что он может ответить Правильно Безалаберность Я считаю Это И В общем Так Со мной не балухи Дяну я Либо сляткой Такой маленький Такой сладенький Не знаю Пойду я сегодня С ним гулять Не пойду Коврик ему Вот так стелен Он любит на нем Сейчас лежать на полу Вот так на нем Чтобы Рядом с своей игрушкой Цветочки полила Все Вот этот Вот прям Вентилятор Включаем Уже Наверное Три дня Наверное И вот Ему прям Ветер Я не знаю Я читала Что сквозняки Он не любит Поэтому я прям Даже за него Переживаю Он такой красивый И вот тут Что-то почему-то Вот от листики Вот так вот Стали Что это Не знаю Ну не все Но вот некоторые Стали такие сохнут Может быть Это так и надо Не знаю В общем Я его не поливаю Опрыскивать Вернее Опрыскивать его Так нельзя А рядом надо В общем Видите Этот опрыск Опрыскнула Или как В общем Вот так давно Цветочки Цветочки свои Не показывала Сейчас покажу Вот этот цитет Ну этот нормально Все Фикус какой у меня Здоровый Смотрите Что это за песни Такие И этот Не знаю Прижился Не прижился Но вот этот Вырос уже Кактус Вот Стоит Не знаю Что с ним Там будет С ним Что не будет Фиалка Моя уже Разрослась Ну этот Этому вообще Я его просто взяла И втыкнула Втыкнула Вот так в землю Растет А фиалочка моя Там цветочки Вылезают Видите А Я ее напугала Не знаю Подействовала ли То ли Что я ее напугала Или еще что-то Но вот цветочки Полезли Калы мои Такие прелестные Тоже ничего И этот Пальма Как гляньте Растет Вот новые листы Там вообще Прям Вот это Все новые листы В общем Растет Скоро пересаживай Глядишь Надо будет Что я вам Говорила Видите Это его любимое место Сейчас Во-первых Там прохладно От вентилятора Во-вторых Там прохладно И он вот так Кайфует Ладно Пойду искать полотенца Готовить Ножницы Хотя Ничего Готовить Они у меня Вот тут Всегда лежат Это вот у меня Специально отведено Для моих Парикмахерских Услуг Скажем так Чумодан Вот такой Вот есть Ножнички Расчесочка Всякие Заколочки Тоже Мне нужны Будут В общем Вот так Будем работать Немножечко Поработаю И все Походу Кто-то Репетирует Концерт Какой-то А мы Скоро На концерт Пойдем Чарль не хочет Почему-то Гулять Смотрите Странно Как-то Мама Как будто Боится В общем У нас Скоро Ферия Начнется Здесь Но Ферия Это Как Приезжают Разные Карусели Пьют Танцуют Все Вот И Смотрите Что творится Баму Такое ощущение Что он чего-то боится Не знаю Вчера тоже Так же Когда мы выходили Гулять Боялся В общем И приезжают Разные Исполнители Знаменитые На эту Ферию В этот раз Приезжает В общем Я пару раз Ходила На Эль Ребату Тоже Он знаменитый Эль Ребату Бускатэ Он На Морке Текера Кэй Тэнга Я Ни Тайла Ни Вера Вот Ходили Еще На А На Какой-то Мигель Какой-то Не знаю Мигель Какой-то Вот А в этот раз Приезжает Группа Камела Мне очень нравится Это состоит Там Два Два Их Поют Женщина И мужчина Он Муж Ее Сестры И он Такой Прикольно Танцует В общем Мне нравится Как они Поют Я вообще Разносторонний Человек Музыка Мне нравится Разная Так что Пойдем На концерт Вот На чей Концерт Мы пойдем В 11 Я почему-то Думала В 10 А что-то В 11 Прям Ух И вторник Выпис В общем Там Когда-то Будет Праздник Я не знаю Когда Вечер Такой Хороший Не знаю Прямо Слышно Не слышно На этой Неделе Когда Будет Концерт Когда-то Праздник Когда-то Закрытие Закрыто Будет Все В том Числе И я А когда Я не знаю Может быть В среду Вот Было Было Хорошо Вон Там Наш Парк Мы Уже До Него Дошли Скиньте Мне Вот Так Жарко Ну Что Там В колготках И В теплом Платье Кому Что А это Вообще Что Я тут Раз Видела Знаете Бабушку Одну Но В пальто Шла Прикиньте Жара 38 градусов И фонада Идет Такая В пальто Чуть ли не Света С Сопушкой Вообще Что Что Хочу Дедушка 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 Ругает Он Сейчас Вам Полицию Вызовет То есть Она Выставляет Этого Дедушку Плохой Плохим И Вот Говорит Что Вот Если Вы Не Перестаньте То Дедушка Вам Что То Сделает Знаете Мне кажется Это Неправильно Несмотря На то Что У меня Детей Нет Потому Все Такое Но Все Таки Я Понимаю Что Мне Кажется Это Возложение Своей Ответственности На Этого Дедушку Потому Что Это В общем То Родители Должны Были То Есть Мама Должна Была Сказать Детям Перестаньте Так Нельзя Делать Не Потому Что Дедушка Будет Ругать А Потому Потому Что Это Просто Неправильно Так Делать Фонтан Кидать Камни Она Просто Взяла Запугала Эти Дедушкой Своих Детей И Все И Дети Потом Вырастут И Будут Думать Что Фонтан Нельзя Кидать Камушки Не Потому Что Это Плохо А Потому Что Придет Какой Нибудь Опасный Дедушка И Будет И Ругать И Со Мно Согласны Но Мне Я так Вижу Я так Считаю Я так Думаю Что Не Нужно Возлагать Свою Свои Обязанности На Других Людей Потому Что Воспитывать Ваших Детей Это Ваша Обязанность А не Этого Дедушки Мне Так Кажется Боже Там Чуток Не Делают Спортом Занимаются Смотрите Еще Там Фотки Делают Все Чарли Мой Тут Бегает Зволок Нолоколов Просто Мне Иногда Возмущают Такие Родители Что Там Допустим Или Тетями Вот Придет Злой Дядя Полицейский Вот Откуда У нас Идет Полицейских Бояться Потому Что Нас Родители В детстве Напугали Этими Полицейскими Вот Они Придут И Будут Нам Что То Делать И Вот Мы Всю Жизнь Этих Полицейских Боимся Хотя Они Нам Помогать Должны А Не Они Пугать Нами Так Как Нам С детства Вдалбливали Что Мама С папой Что Полицейские Это Плохие Люди То Вот Мы Их Боимся Или Там Бабайки Какие Нибудь Баю Баю Бышки Баю Придет Бабай Там И тебя Схватит Да Забачок Или Как Там Вот Опять Тоже Ты Спи Не Потому Что Тебе Спать Пора А Потому Что Придет Какой Он Придет Тебя И Забачок Хват И Хвознит Вот Я Вот Она Прямо По-русски Эта Девушка Идите Сюда Вот Видите Дедушка Ругается Вот Он Сейчас Вам По Жопе Даст Вот Он Вам Сейчас По Жопе Даст Ты Должна Встать И По Жопе Им Дать А Не Дедушка Ну Я Так Думаю Не Знаю Может Это Ну Как Неправильно Хотя Почему Неправильно Ну Вот Что Вы Думаете По Этому Поводу Может Я Такая Заумная Переумная Представляете Сейчас Уехал Из этого Балбеса Ну Вообще С Подружкой Разговаривал Зашла В лифт Он Всегда Сзади Заходит Нажимаю На кнопку Поехала Вверх Лежут Собаки Нет Он Остался Там Ждать Меня Пришлось Обратно Вниз Возвращаться Ты Че Такой Балбес Надо За мной Ходить Ну Что Друзья Я В душ Тепу Все Обтекаю 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 Договорились С подружкой Завтра На пляж Вместе Поехать Что У меня Уже Ноги Прям Не Ходят Устала Я Сегодня Мне Еще Посуду Надо Помыть Зара Не знаю Что Сначала Посуду Помыть Или Скупаться А что Если я Скупаюсь Буду Посуду Мыть Я опять Спать Сначала Посуду Мою Смотрите Как Я Ну что Друзья Такая Красивая Буду С вами Прощаться До Завтра Так как Все Крема Текут Стекают С меня Поэтому Нанесла Маску Чистку Не делаю Вот Этими Всякими Пилинги Потому Что Я Каждый День На Солнце После Солнца Кожа И так Не Ахти Несмотря На То Что Я Кремом Мажусь А масочку Надо Нанести Никакие Крема Не Держатся Они Просто Стекают А после Душа Так Хорошо Прям Холодный Знаете Включаю Холодный Душ Без Горячей Воды И так Офигительно Так Оморительный В России Вечером У нас Тоже Они Классные Этой ночью Кстати Поднялся Такой Ветер Минут на Пять Что Мне Пришлось Закрыть Жалюзи Вот Чтобы Не Улететь Но Потом Думаю Блин Опять Шторм Утром Встало Ничего Нормально Это Так Наверное Порыв Завтра Хочу Постирать Все Вот Эти Вот Покрывало А то Они Уже Изляпанные Вот Этим Товарищем Который Сейчас Лежит Только На полу Там Собаки Лают И он Думает Что Это Там За Тусня А Меня Нет Чарлики Паса Хватит Болтать До Завтра Всего Вам Самого Налучшего И Всем Пока Пока